Приветствую вас, Валентина, я, к сожалению, не знаю, сколько вам лет, и не знаю, сколько лет вашим подругам, вот, это было бы очень полезно знать при ответе на ваш вопрос, потому что от возраста зависит характер рекомендаций, которые можно было бы вам дать, вот. Тем не менее, возраст вы не написали, поэтому именно в этом направлении я двигаться не буду, ну, то есть, гадать ваш возраст, я не хотел бы, вот. Значит, смотрите, что мне показалось из вашего текста? Показалось мне из вашего текста то, что ваши отношения именно вот с подругами уже давно перестали быть отношениями, как таковыми. То есть, это, по сути, такие отношения, да, это, по сути, такое взаимодействие, где люди общаются ради некого такого социального образования. То есть, вы давно перестали видеть друг друга как личности, мне кажется. Вы давно перестали чувствовать друг друга. Ваше общение давно стало шаблонным. Я не говорю сейчас про, значит, про кого-то конкретного, да, я говорю про всех. Первый это почувствовало, возможно, и вот эта вот ваша подруга, которая начала вести себя по-другому. Она почувствовала первый этот роял. И именно это и послужило началом изменений. То есть, подруга внесла сумбур в вашу размеренную, скажем так, жизнь. Вот. Она внесла сумбур в вашу размеренную жизнь. И создала условия, создала условия для реальной угрозы. Для реальной угрозы распада ваших отношений. Распада вашей такой вот формы отношений. Которая была, которая имела место быть. Вот. И до определенного момента, до определенного момента, подруги ваши, они, ну, как бы защищали, да, они защищали, они пытались как-то защитить себя, защитить, значит, свои границы от нападок человека. Но потом они поняли, что от того, что они делают, да, вот от, ну, от того, как они делают, от того же, как они себя ведут, да. А есть реальная угроза, есть реальная угроза того, что можно потерять. А можно потерять, ну, вот то, что вы имеете. Вот. И подруги решили вернуть все, как было. То есть подруги решили, что лучше стерпеть. Это ради того, чтобы все сохранилось. То есть, чтобы ничего не менялось. Вот. Ну, не хотелось, не хотелось. Подругам, да, не хотелось что-либо менять. Вот. Подругам не хотелось что-либо менять в своей такой вот размеренной жизни, как мне видится. Вот. Вот. И поэтому они решили оставить все, как есть. Они решили проглотить, скажем так, вот, поведение, ну, поведение этой женщины. Вот. Вот. Понимаете? Какая ссора. Вот. Ну, мне так видится, по крайней мере. Мне так видится. Мне видится так, что они решили, ну, собственно говоря, закрыть на это глаза ради сохранения своей стабильности. Вот. И, поскольку вы единственная, кто не пошел на, вот, собственно, ну, на примирение, да, вы единственная, кто не пошел, не пошла на, скажем так, по пятну, да, перед ней. Вот. А мне кажется, что именно поэтому, именно поэтому вас и сделали, собственно говоря, виноваты. Вот. И теперь уже не вы, не она, а вы несете ответственность по мнению людей, по мнению ваших подруг. За сохранение стабильности вашей группы общения, вашего такого вот социального образования, можно так сказать. Вот. Понимаете? Какая история. Должны ли вы чувствовать свою вину? Ну, нет, вы не должны чувствовать свою вину, потому что вы не виноваты. Ну, по крайней мере, вы не сделали ничего плохого, судя по тому, что, ну, судя по тому, что вы описываете, да. Вы не сделали ничего, ничего, ничего дурного. Вот. А, в чем вы неправы? Ни в чем. Ваша неправа, она, ну, именно ваша неправа может заключаться в том, что вы в какой-то момент поставили, там, вот, само социальное образование, да. Вашу компанию, вашу компанию, вы поставили превыше, ну, превыше отношений между вами. Вот. Понимаете? Это единственное, что вы сделали неправильно. Это единственное, в чем вы неправы. Но вряд ли вы, или с этим согласитесь, или вряд ли вы будете что-либо, ну, реально менять, мне кажется, потому что, ну, история такая. Что вот, понимаете, вы привыкли структурировать так свое время. Вы привыкли структурировать так свое время. Вот. И я недаром спросил изначально про возраст вас, да, что если вы, ну, если, скажем, вам около, допустим, сорока, да, допустим, если вам около сорока лет, то сложно будет менять что-либо. Сложно будет менять свое, ну, структурированное время. Сложно по-другому будет его структурировать, хотя и возможно, как, конечно же, возможно. Это будет, это возможно. Вот. Вот. А если же вам меньше, то это будет, безусловно, легче и проще. Легче и проще будет вам свое время структурировать. Вот. Но, опять же, здесь все зависит от вас. Почему обидно? Да. Потому что обиды возникают, когда есть ожидания. В вашем случае вы ждали, что подруги вас поддержат. Потому что вам казалось, что, ну, что вы, вы надействуете друг с другом. Вот. Вам казалось, что вот вы пишите, да, что это были, это мои самые близкие, близкие их, как бы, ну, подруги, да, и так далее, и так далее. Вот. А я отдаю себе в этом отсчет, в том, что это вот, ну, действительно ваши самые близкие подруги. Я понимаю. Я понимаю, правда. Вот. Вся проблема в том, что то, как вы воспринимали их, не соответствует тому, как они воспринимают вас. Вот. И дело здесь не в том, что они плохие. Просто со временем ваши отношения стали другими. Со временем, да, ситуация просто, ну, просто изменилась. Вот. Просто стал другой. И все. Это не хорошо и не плохо. Это нормально. Вот. Вы не адаптировались, вы не увидели, вы не заметили, когда это произошло. Хотя, поведение подруги вашей, как бы, на это намекает. Намекает на то, что вот, что вы не чувствуете друг друга. Потому что, ну, вы же вот знаете, да, что во всей этой истории так и осталось непонятно, а по какой причине-то подруга так изменилась. Почему она так поменялась по отношению к вам всем. Вот. Что в ее жизни случилось. И заметьте, это никого не интересует. Это никого не волнует. Да. То есть, как бы, вот, это не волнует ваших других подруг. Вот. Вам никто не рассказал. Я думаю, что в этой ситуации не нужно торопиться делать выводы. Потому что, ну, все-таки, вручба ваша, она, как я понял, многолетняя. И, не думаю, что это, ну, в любом случае, хорошо будет, если из-за такой истории вы перестанете быть друзьями сразу. Вот. Поэтому, мне кажется, что будет лучше, если вы, допустим, то есть, А, да, вот, ну, А, это вот одна из ваших, как я понял, подруг, да, вот, если вы, А скажете, что вы, в общем-то, готовы измениться, да, перед ней, готовы, например, ну, продолжать отношения. Вот. При условии, если она, подруга, расскажет, что с ней, собственно говоря, произошло. Вообще. Вообще. То есть, что с ней было. Вот. Что, что у нее случилось с такого. Вот. Вот. Потому что, пока вы можете сказать это, да, пока вам кажется, что она просто, ну, ведет себя отразительно, и вы не понимаете, почему вы должны извиняться. Вот. Я думаю, что такая парсиция, да, то есть, некатегоричная, позволит вам максимально корректно в этой ситуации себя повести. Вот. Чтобы и не обидеть себя, да, чтобы все-таки как-то, ну, показать, что вы не готовы терпеть, не готовы меня, не готовы, ну, как бы, проглатывать такое вот отношение, да, к себе. Вот. А с другой стороны, это даст вам, ну, как бы, с другой стороны, это вам даст вам возможность соориентироваться. Вот. Понимаете? То есть, это даст вам возможность соориентироваться в этой ситуации, получить какую-то обратную связь. То есть, если, подруги ваши, да, допустим, ну, как бы, донесут до вас, в чем вообще сложно, да, в чем вообще суть была, да, проблема. Вот. Вот. То с этим можно что-то делать. С этим можно реально что-то сделать. Если нет, ну, значит, эти люди, они уже давно не ваши подруги, и получается, что вы изменились, и что вам нужно искать уже других людей, да, и, значит, ну, как бы, с другими людьми выстраивать отношения. Вот. Да, это больно, да, это тяжело, да, это неприятно, безусловно, да, это все так, но мне, как бы, как бы не видится иного выхода из ситуации. Вот. Мне не видится другого выхода из ситуации. Понимаете? Если вам часто бывает обидно, ну, вот, если вам периодически бывает обидно, если периодически бывает такая история, вот, что, ну, люди ведут себя не совсем так, как вы, например, этого хотели бы попустить. Вот. То я полагаю, что здесь есть некая такая системная проблема, связанная с тем, как вы выстраиваете отношения с людьми, ну, в принципе. Вот. И возможно, 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 что только возможно, что это стоит разобрать дополнительно. Вот. Потому что применительно к этой ситуации, применительно к этой ситуации, вы, в принципе, ну, поступали, в общем, правильно. Вот. Применительно к этой ситуации. Вот. Я понимаю ваши чувства. Я понимаю ваши чувства. Я понимаю, что вы чувствуете себя преданно, да, вот, предательство. Я понимаю то, что вы чувствуете себя так, как будто вас предали. Вот, и, возможно, возможно, вы правы в том, что вас действительно в чем-то предали, но в тот момент какой, если люди делают это неосознанно, да, то есть, если они поступают так, ну, просто потому что вот действительно там боятся, или действительно там как-то на эмоциях действуют, это одно, за этим обязательно последует раскаяние, потому что вам решат принимать это или нет, но если люди действуют сознательно, да, то есть, если люди считают, что они правы, и что по-другому быть не может, то предательством называть это, ну, мягко говоря, не корректно. Вот, потому что, ну, вот вы считаете, да, что это предательство. Хорошо, допустим, вы правы. Но, а дальше что? Дальше что? Вот вы считаете, что это предательство, и что дальше? Что по факту изменится от того, что вы считаете это предательство. Ничего не изменится. Вы будете только страдать, страдать, игнорируя то, что люди уже перестали быть теми, кем они когда-то были. Это нормально, люди меняются. Знаете? То есть мы возвращаемся к тому же, о чем я говорил изначально, что ваше общение, взаимодействие превратилось в такой социально ориентированный аспект времяпровождения. Вот. Где сами люди по себе не важны уже. Вот. И возможно, возможно, я говорю, что это только возможно. Я не знаю, как на самом деле, но возможно вы столкнулись с этим феноменом. Когда общение есть, да, взаимодействие есть, а содержание уже совсем другое. Содержание уже совсем другое, совсем иное с этим содержанием. История. Так. Как теперь себя вести? Ну, смотрите. Например. Значит, тут нужно отделять чувства по возможности грамотно. То есть, пока что, пока что, вас обидела только одна подруга. Да, вас обидела только одна подруга, это вот, собственно, та, кто начала вести себя так вот, ну, негативно, так вот, ужасно и так далее. Вот. Вот. Пока что, вас обидела только она. Соответственно, эээ, я думаю, я думаю, я думаю, что не стоит, эээ, на других, да, эээ, переносить свой негатив. То есть, другие могут, эээ, просто защищая, другие могут, как бы, ещё относиться. То есть, здесь, мне кажется, что нужно, ну, максимально, эээ, максимально грамотно к ситуации подходить. Вот. И, эээ, другим людям, другим подругам, эээ, просто спокойно объяснить, эээ, как обстоят дела. Вот. То есть, вы вправе не общаться с теми, кто, эээ, ну, с теми, кто вас не устраивает, эээ, ну, так сказать, эээ, значит, эээ, на тех условиях, эээ, на тех условиях, эээ, которые, эээ, эти люди для вас ээээ, устраивают. Вот. Ставят. Устанавливают. Вот. Вы вправе не общаться с этими людьми. Но это не значит, что другие люди, да, что другие люди, ага, должны страдать от этого. И это не значит, что вы должны страдать от этого. Как мне парадоксально это звучит. Это звучит. Вот. Поэтому вести себя здесь нужно выдержанно, вот, спокойно, и просто донести до людей, как обстоят дела. Вот. Дела обстоят так, как я сказал, да. Что вы не понимаете, почему папа рука так себя вела. Вы не понимаете, почему, почему на вас, эээ, был, эээ, был излит, ээээ, такой шквал, ээээ, негатива. Вы не понимаете, почему вы, ээээ, должны это терпеть. Вы не понимаете, почему, ээээ, такая ситуация, ээээ, стала возможной. И до тех пор, пока вам не будут даны объяснения, да, ээээ, подруги. Вот. Вы не видите возможности с ней взаимодействовать, потому что это может повториться, а вы, соответственно, не считаете возможным для себя, эээ, соответственно, что вы такая ситуация повторилась. Вот. Вот так мне видится, эээ, ваше, ну, ваше поведение, ваше поведение мне видится вот так. Я не говорю, что, обе, ну, что это обязательно, эээ, единственный верный выход из этой ситуации, но так мне это представляет. Ну, вот. Опять же, я хотел, эээ, я хотел, чтобы, ну, чтобы ваши интересы были максимально защищены, да, чтобы, прям, вот, ну, чтобы вы не давали себя в эбиду. Вот. И мне хотелось, чтобы, ээээ, знаешь вот, чтобы вам было комфортно. Вот. Мне хотелось, хотелось, чтобы вы и не потеряли подруг, и в то же время, чтобы защищали, эээ, защитили бы себя. Вот. В этой истории, чтобы, эээ, показали, что, ну, извините, ну, со мной так, так нельзя, я не позволил. Вот. Это нормально, это, в общем, вполне, эээ, логично, это, это, это правило. Вот. Эээ, вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. Эээ, на ваши вопросы, точнее, которые, которые вы задаете. Так. Дальше. Эээ, не понимаю, почему я остался в грани. Сказал. Сказал. Обидно и непонятно, почему все считают, что я должна милиции входить, эээ, в положение. А вот это, момент, эээ, когда вы не увидели, что, эээ, вы служите теперь для, эээ, удовлетворения потребностей, эээ, именно социального образования. Вы не увидели этого, что вы, эээ, служите именно, именно на удовлетворение потребностей социального образования, ни в себя, ни в своих потребностей. Понимаете? Конечно. Вот. Это неприятно, это неприятно, безусловно, это очень, это очень неприятно. Ну, вот. Но тем не менее. И такова реальность, это нормально. Многие, очень многие люди так живут. Вам нужно для себя определить, вы хотите, например, жить так же, или хотите жить по-другому, по-другому. Если хотите жить по-другому, придется что-то менять. Придется выставлять границы, придется говорить нет. Эээ, рискуя, да, рискуя, рискуя остаться в одиночестве. Да, рискую, рискую. Но, как бы, тут уже история такая, да, то что это уже вам решать. То есть это ваш выбор. Понимаете? Вот, это ваш выбор, что вы будете делать, как вы будете делать и так далее. Вот. Но я вас, я вас понимаю, я понимаю вас достаточно хорошо в этой ситуации. Я понимаю вас достаточно хорошо, я понимаю, что вы чувствуете. Тут, как бы, вы оказались, получается, просто, ну вот, не готовы вы оказались к тому, что, ну, к тому, что произошло. Просто оказались не готовы. Вот. Ну, это неприятно. Вот. Из этого можно сделать выводы. Конечно же. Бабы, больше в такие истории не попадать. Вот. Из этого можно сделать выводы. Можно и, в общем и целом, в общем и целом, даже нужно. Вот. Вот. Вопрос только в том, да, вот, какие именно выводы, выводы вы сделаете. Вот. Потому что, непонятно, с чего вы хотите в этой ситуации. Вот. По вашему, последнему, вот, сообщению, да, где вы пишете, сейчас скажу. Так. Ага. Это были мои единственные, по-настоящему близкие подруги. Закончилось все по детсадовски нелепо. Спасибо, что прочитали до конца и не запутались. Знаете, вот эта фраза, спасибо, что прочитали до конца и не запутались, ну, дает надежду, что вы все-таки склонны на, ну, на позитивное критическое мышление. В своей ситуации. Вот. Что-то для вас это были единственные подруги. Ну, опять же, с одной стороны, да. С одной стороны, да. Тут, как бы, рекомендация более тщательно выбирать подруг, наверное, будет не совсем верной самой страны. Понятно, да? Понятно, что четыре человека, это достаточно много. Вот. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, вы сделали ошибку, что все ваши подруги, они связаны между собой. Понимаете? То есть, подруги по сути, они все между собой общаются. Очень редко бывает так, что друзья одного человека, именно вот одного человека, хорошо существуют вместе. Понимаете? Понимаете? Вот очень редко такое, к сожалению, бывает. И именно поэтому, именно поэтому я и хотел бы, чтобы вы вот этот момент для себя, ну, как-то лучше, лучше немножко зафиксировали, что вам нужно больше подруг, но разных подруг. Чтобы они не связаны между собой, и чтобы это не было, чтобы это не было под угрозой цепной реакции. Понимаете? То есть, я верю, что это ваши единственные подруги, но то, что они связаны все друг с другом, это вызывает большие сомнения. Вот. Это вызывает большие вопросы к вам. То есть, компания, когда отношения выстраиваются через компанию, ну, через компанию, да, любая компания, это всегда ориентация именно на вот нужде самой компании, нужде самого общества социального, а не конкретно людей. А когда люди взаимодействуют несколько отдельно, обособлено друг от друга, они уже могут воспринимать лично, личностно друг друга. Вот. В компании такое тоже бывает, но, видно, не в вашем случае. Вот. На этом все, что можно сказать по вашему вопросу. Единственный комментарий остался у меня по вашей истории, это в том, что касается диссаровского окончания. Понимаете, диссаровское окончание, вот когда что-то происходит по-диссаровски, это никогда не бывает просто так. Если у вас произошла такая история, значит, были какие-то эмоции, были какие-то чувства, были какие-то переживания, были какие-то вещи, которые вы, все, все вы, в том числе и вы, Валентина, в себе подавляли. И это вырвалось сейчас, и принадлежилось в такой детский сад, то есть в некую несуратность, да, в некую чрезмерность, в некую спонтанность, в некую гипертрофированность. Понимаете, это не случайно. Подумайте, какие чувства вы подавляли в себе, ну вот во время, скажем так, взаимодействия с людьми, с людьми, ну вот с вашими подругами. Какие чувства вы в себе подавляли? И почему? Для чего? Я думаю, что ответ на этот вопрос поможет вам несколько глубже посмотреть именно на себя. Потому что в том, что произошло, безусловно, есть и ваше ответственность. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам всех! Продолжение следует...